МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14. Отрезок федеральной автодороги Кавказ между Махачкалой и Дербентом станет четырехполосным. Теплый, красочный и благотворительный. Сольный концерт Эмина Агаларова в Дербенте собрал более 7 тысяч зрителей. Куда уйдут вырученные средства, расскажем в выпуске. Автомобили, денежные призы и другие подарки. В Хасавюрте стали известны имена победителей Всероссийского конкурса молодых алимов и хафизов в памяти Саидбега Даитова. В Дагестане в крупных объемах воруют не только электроэнергию. Сотрудники правоохранительных органов выявили хищение 200 тонн нефтепродуктов на 6 миллионов рублей. По информации Следственного комитета республики, с августа по октябрь 2023 года участники организованной преступной группы похитили черное золото из магистрального трубопровода и скважин на территории Ногайского района. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время по уголовному делу по подозрению в совершении преступления задержано 9 человек. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Тем временем в МВД республики сообщили, что на возможную причастность к хищению нефтепродуктов проверяются сотрудники ОМВД России по Тарумовскому и Ногайскому районам. 10 километров федеральной автодороги «Кавказ» между Махачкалой и Дербентом станут четырехполосными в следующем году. Речь идет о капитальном ремонте участка вдоль Каспийского побережья. Здесь дорожные службы устанавливают систему водоотвода и укладывают первый из трех слоев асфальта. Специалисты отремонтируют 14 примыканий и пересечений, заменят 11 труб, разместят барьеры, знаки, светофорные объекты и нанесут разметки. Для удобства жителей ближайших населенных пунктов обновят более одного километра линии электроосвещения, установят две автобусные остановки, построят пешеходные дорожки и тротуары. Проезжая часть будет расширена с 7 до 14 метров. Таким образом увеличится пропускная способность дороги и уровень транспортной безопасности. В Дербенте прошел благотворительный сольный концерт имени Нагаларова. Вживую услышать музыканта пришли более 7 тысяч людей. Вся прибыль с продажи билетов будет направлена в фонды «Инсан», «Подари жизнь» и фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева. Все подробности в сюжете Тамары Самедовой. Теплый, красочный, да еще и благотворительный. Именно так можно описать концерты Эмина Агаларова, который прошел на территории самого большого мультимедийного фонтана в России – парке имени Низами Генджеви. Известный певец выступает в нашей республике не впервые. Ранние его концерты проходили в Махачкале, но в этот раз выбор пал на Дербент. Он признается, в Дагестане его всегда встречают с теплотой и радушием. Обычно очень тепло, потому что мы соседи. Я же родился в Баку, поскольку я буквально от Дербента в 200 километрах рос и продолжаю там проводить много времени в Баку. Ну, люди очень родные и для меня очень понятные. И я думаю, что они это чувствуют, и я для них, наверное, тоже. В основном концерты у меня проходили в Махачкале, по традиции, их было много за последние годы, а в Дербенте впервые. Перед выступлением Эмин встретился с подопечными фонда «Инсант», которым будет оказана помощь на средства, вырученные из концерта. Знак благодарности руководства фонда подарили гости национальную бурку и папаху. Это все дагестанский колорит, поэтому, чтобы память была тоже. Здесь присутствуют подопечные фонда «Инсант» по Дербенту и Дербентскому району, которые, вы видите, имеют разные по здоровью проблемы. И, как нам было ранее сказано, средства от этого концерта пойдут на благотворительность для этих детей. Одним из подопечных фонда «Инсант» является семья Нефтулаевых, у которых двое детей – гусины и амалия с диагнозом ДЦП. Пройти очередную реабилитацию они смогут благодаря благотворительному концерту. За такие вот, как говорится, проходят мероприятия. Большое спасибо, как говорится, за все это. Что помощь какая-то идет в воздействии. Не забывают нас. Средства также будут направлены и в другие фонды. В частности, их распределяют между пострадавшими при теракте «Крокус-Сити-Холл». Как вы знаете, произошла большая трагедия в Крокусе недавно. И мы продолжаем фондом «Муслим Магомаева» собирать деньги в помощь потерпевшим, пострадавшим, погибшим. И мы решили разделить наш благотворительный концерт на три фонда. Местный фонд, фонд «Подари жизнь» и фонд «Муслим Магомаев». Сам концерт собрал более 7 тысяч человек, среди которых были как местные жители, так и туристы. Эмоции у зрителей только положительные. Как вам вечер в целом? Отлично, очень замечательно. Возле фонтана, столько народу. Мы благодарны, что он к нам приехал и такие эмоции нам оставил. Супер просто. И как вам в целом в Дагестане? Очень понравился. А концерт как? Очень понравился. Все прекрасно. Имина? Конечно, конечно. Мы сегодня пришли на вечер имена Галарова. Мы его очень ждали в нашем городе. Мы его очень любим. Мы очень любим. Мы очень рады, и мы пришли к концертам. И большие концерты. Мы очень рады. В дальнейшем артист планируют провести еще несколько таких благотворительных мероприятий по другим регионам России, продолжая помогать нуждающимся и радовать публику своими выступлениями. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Шабани Магомедов, Новости ННТ, Дзербент. Автомобили, денежные призы и другие подарки. В Хасавюрте стали известны имена победителей Всероссийского конкурса молодых алимов и хафиза в памяти Саидбе Гадаитова. Участниками стали около 200 студентов исламских учебных заведений страны. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Всероссийский конкурс в Хасавюрте проводят уже в 21 раз. Форум призван раскрыть новые таланты среди мусульманской молодежи страны. Участники традиционно соревнуются в трех номинациях. Правильное совершение намаза, знание Корана наизусть и в дисциплине наука. Победители ждут солидные призовые. Целью проведения конкурса у нас является, что побольше собрать студентов вокруг именно шариатских наук, исламских наук. Есть мотивация нравственной страны. Вы видите, сколько суеты, сколько людей, сколько представителей из разных регионов, сколько студентов, сколько хафизов. И добавок к этому есть мотивация материальной стороны. Сам по себе конкурс этот, можно сказать, не имеет аналогов в мире, если взять призовой фонд, университет, если взять. Итоги двух дней конкурса подвела комиссия из 30 членов жюри. Обладателем главного приза автомобиля марки Kia Rio стал Саид Мухаммад Гамидов. Выпускник ДИУ имени шейха Мухаммада Арифа был признан лучшим в номинации «Наука». Гамидов родом из села Ярак и является потомком шейха Мухаммада Яракского. В прошлом году он был в шаге от призовой тройки. Это очень приятное событие, потому что мы очень долго готовились. В первую очередь хотелось обрадовать своих учителей, муалимов, которые готовили нас. Это долгое время. Они больше нас, наверное, переживали за это. Шейху Ахмаду Афанди, который в прошлом году, когда четвертое место занял, он сказал, «Ниша Аллах, ты в следующем году первое место займешь». И я думаю, что это баракат, его дуа. Также первое место и ключи от автомобиля «Лада Гранта» получил студент столичного центра по заучиванию Корана Хасан Хельми Изудинов. Выходец из села Ансалта Ботлихского района победил в номинации «Хивз» – «Знание Корана наизусть». В номинации «Намаз» участвовали дети до 13 лет. Победителем здесь стал Мухаммад Агабеков из села Гуни Казбековского района. Ему вручили приз – 2000 долларов. Также денежные премии получили все финалисты. В первые годы этот конкурс был республиканским, но с каждым годом желающих принять участие и побороться за большие призовые становилось все больше. Регионы СКФО, Москва и Татарстан принимают самое активное участие. География и уровень подготовки конкурсантов растут с каждым разом. В следующем году организаторы планируют провести конкурс и для женской половины. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди лично поздравил победителей Всероссийского конкурса молодых харимов и хафизов в памяти Саидбега Даитова. В дом духовного наставника победители пришли вместе со своими преподавателями и руководством Дагестанского исламского университета имени Мухаммад Арифа Афанди. Муфтий республики в беседе с гостями отметил важность усердного постижения исламских наук. Вы знаете, для меня вы все победители. Обрадовали всех, кто их любит. И опечалил всех, кто их не любит. Это, алхамду лилля, это милость, ниомат от Всевышнего. Представьте, если одного из вас не будет, это победа бы не было. Вы все победители. Это то, что на этом свете Аллах их вознаградил такими похвалами или же машинами. Это одно. На том свете Всевышний вас всех будет вознаградить. В течение года и муаллими, и они муаллими сами, сколько трудились они. Они не трудились ради славы. Они трудились ради возвеличивания Слова Всевышнего. Махачкаринская Динамо в шаге от выхода в элиту российского футбола. В центральном матче 33-го тура клуб из Дагестана одолел московскую родину. Встреча, собравшая около 22 тысяч зрителей, завершилась со счетом 2-0. У хозяев голами отметились Сослан Кагермазов и Эгеш Касинтура. После этой победы Динамо набрало 61 очко и возглавило турнирную таблицу. Махачкалинцы гарантировали себе как минимум участие в стыковых матчах за право сыграть в премьер-лиге. В заключительном туре Первой лиги Динамо проведет выездную встречу во Владикавказе с местной Аланией. Продолжение следует...